Расставлены все точки над «и» в Червонозаводском суде состоялись дебаты по скандальному делу о сожженной Юлии Ирнеденко. Стороны защиты и обвинения высказали свои позиции и подвели итоги своих доводов. Прокурор огласил срок, который просит для подсудимого – 14 лет. По его мнению, такой срок обоснован, так как вина Павла Губина доказана в полном объеме. Сразу же после прокурора выступил и адвокат пострадавшей стороны. Евгений Ирьяко сделал акцент на, как ему кажется, явное доказательство вины подсудимого. Первое – Губин постоянно менял показания, а значит он лжет. Второе – Версия с тем, что якобы Губин по телефону разговаривал во время загорания Юлии полностью провалилась, потому что, во-первых, не была обеспечена явка этого свидетеля, это раз. Во-вторых, даже показания, те, которые мы услышали при оглашении материала в дело, дали всем, кто жил, кто присутствовал в судебном заседании, оценить их. И там было все очень понятно, они просто противоречили показаниям Губина. Мелочным мотивам, но очень важно, кто кому звонил, о чем говорили, как закончили разговор, сколько разговаривали по времени. Господин свидетель Ильченко дал показания, которые, ну, я извиняюсь, но просто придуманы за полчаса до процесса. Почему? Потому что даже сам свидетель говорит, что он уезжал, и он после того, как приехал, сразу почему-то нашел адвоката среди всего города. Он не пришел ни к семье потерпевших или Губина, да, он пришел непосредственно к адвокату и рассказал все адвокату. Ну, социально ответственный молодой человек. Также хотелось, надо обратить внимание на внешний вид этого свидетеля, да, слава богу, он был трезвый в этом судебном заседании. И показания других соседей, которые утверждают, и тяжело не поверить, что это просто пьющая семья, которая, я извиняюсь, но за трехлитровую банку самогона все-таки расскажет их, кто Кеннеди убил. В свою очередь адвокат подсудимого заявил, что ни одного прямого доказательства вины его подзащитного нет, есть лишь домыслы стороны обвинения, причем основанные не на фактах, а на личных предположениях. Ну, всегда, так сказать, основополагающим моментом в любом уголовном судопроизводстве, особенно преступления против личности, это всегда был важный мотив, мотив преступления. То есть, абсолютно, если это не мотивированное преступление, ну, это маньяк на улице, да, все остальные преступления имеют мотив. Так вот у Губина, который видел эту девушку первый раз в жизни, мотивов совершать это такое жуткое вообще убийство, ну, просто не было, понимаете. В то же время, если вы, так сказать, были в судебном заседании, вы видели, что Синсиневич долго и, скажем так, с переменным успехом ухаживал за Юлией Ирнеденко, то есть она была уже не девушка, на месте преступления под диваном, где она лежала, где ей было плохо найдены презервативы, в том числе и распечатанные, но не использованные. То есть, я так понимаю, что Синсиневич долго добивался ее взаимности, но, опять же, с переменным успехом хотел продолжения, она ему отказывала. Даже если учесть, что Павел Губин и поджигал в бокале самогон на кухне, это никак не является доказательством его вины, хотя это вполне могло, так сказать, послужить спусковым крючком для Синсиневича, который увидел такую и банку с самогоном трехлитровую, который увидел такую шикарную возможность, то есть не просто отомстить там, не просто морду ей набить где-то в подворотне, а так вот красиво превратить ее в факел, красиво в его понимании. Позволил суд высказаться и самому подсудимому. Павел свою вину в категорической форме не признал. Более того, заявил, что его оклеветали Синсиневич и Гольчук с друзьями. Также Губин заявил, что жалеет лишь о том, что не смог помочь Юле. Мы действительно пытались ее спасти, и это всеми возможностями. То есть как бы, ну как еще, и срочно вызвали врача, и ну как еще можно было спасать девочку. То есть я когда поднялась в квартиру, в эту, когда меня сын позвал, и вообще все это увидела, конечно, была первая реакция срочно врачей, и чтобы она хоть как-то осталась жива, потому что Синсиневич этого не собирался делать. И вы же сами слышали, если вы присутствовали, как он вызывал врачей. Он даже не мог сказать, что с ней произошло. Но его именно подставили. Я утверждаю это, и пусть меня хоть кто-то попробует обвинить во лжи, что это именно следственные органы, в частности следователь Бабушкин, им продиктовал буквально эти их показания. Но там была какая-то ошибка очень большая. Синсиневич сказал, что вылил на голову самогон. Это скорее всего потому, что они вовремя не увидели Юлю. Если бы они сначала удосужились ездить в больницу, посмотреть на девочку, показания были бы другие, потому что голова это было единственное целое место. А потом уже как бы, что написано, пером не вырубишь топором. Это называется лжесвидетельство. Моего сына изначально оболгали, изначально. И потом, что это за свидетели Гольчук и Гнеденко, которые вот на прошлых заседаниях это озвучивалось, была эта вечеринка в Неглиже. Что это такое? Они бегали в трусах, там эти презервативы, накачали спиртным девчонку. Ну как это пришли вот три мужика, да, взрослые и несовершеннолетняя девочка. Они проводят вечеринку в Неглиже. Зачем вы туда привели девочку? Вплоть до того, что даже неизвестно, куда делись шталы этого Гнеденко, потому что моему сыну пришлось ему даже шорты принести. Где были их вещи? Почему Юли на белье, трусики с бюстгальтером оказались за окном? Зачем Синсиневич их туда выкинул? По какой причине? Они наркоманы, понимаете? То есть люди были под алкоголем и под наркотиками. И я не удивлюсь, что они и Юлю могли что-то подмешать, потому что мало того, что у девочки было 2,4 промилле алкоголя в крови. И вы можете себе представить, что такое, когда человек не чувствует боли? Ну как это? Да какой бы ты ни был пьяный, если бы тебя подожгли, ты бы почувствовал боль. Она не чувствовала этой боли. Она узнала об ожогах, придя себя в больнице. Под чем был ребенок, чем они ее накачали? Выслушав доводы всех сторон, суд удалился в совещательную комнату. Своё решение и приговор они огласят в понедельник, 15 сентября.